В центре города в Комсомольском сквере накануне Дня Победы открыт памятник в год 25-летия вывода советских войск из Афганистана. Слезы этой войны не сошли. И мы, конечно, очень хотим, чтобы память о героизме наших сочинцев, а их 723, которые принимали участие в выполнении этого интернационального долга, а 13, которые не вернулись, и, как уже сказали, все они практически были награждены орденом Красной Звезды посмертной. Настоящие герои, мы очень хотим, чтобы их память была вечна. Событие настолько значимое, что собралось огромное количество желающих возложить цветы к памятному месту. Но сначала была минута молчания и песни, которые трогают до слез. Мы очень долго ждали этого дня, потому что наш город один из, наверное, немногих, где до сих пор не было такого особого места памяти, не было обелиска или памятника, как мы говорим. И действительно, это место будет объединяющим для афганцев, и не только, для жителей нашего города. Как в свое время те события, из-за которых возник этот памятник, они объединяли, они были общей болью для всего Советского Союза. После встречи афганцев с президентом страны 15 февраля этого года в Сочи идея создания памятника была воплощена в жизнь. Авторами монумента «Афганский узел» стал творческий коллектив, известных в городе скульпторов, это прокатов Бутаев-Звонов. Пожелания афганцев также были учтены. «Афганский узел – это гибель во имя интересов Отечества, при защите его интересов. И верхняя стела, которая белая и выше, это все равно воспарение жизни, потому что мы победили. И мы всегда будем побеждать». Мать павшего в 81-м году Ильи Лазарева, могила которого находится в узбекском Наваи, тоже сегодня среди ребят, тогда вернувшихся с войны, а уже сегодня изрядно посидевших. «Для меня это место, куда я могу приходить, так как я не могу теперь уже поехать в Узбекистан. Во-первых, возраст, во-вторых, уже здоровье не позволяет. Тогда ходят к нему друзья. А сюда теперь мы будем приходить и встречаться с его однополчанами». Именно здесь теперь будут проводиться и официальные мероприятия воинов-афганцев, и неофициальные. И обычные горожане или гости курорта тоже могут в тиши сквера вспомнить о тех, кто не вернулся. Елена Авсецна, Демид Даниловский, телекомпания, ФКТ.